Это программа интервью и сегодня у нас в гостях руководитель департамента инвестиций развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов. Виталий Сергеевич, здравствуйте. Добрый. Я хочу, так вот улыбаясь, но спросить о непростом, потому что ситуация, которая сегодня сложилась в целом в экономике, вызывает довольно большие опасения у представителей малого и среднего бизнеса. Как оцениваете эту ситуацию в нашем регионе и какие меры предпринимаются для поддержки этого сектора? То, что происходит сейчас, наверное, войдет в историю новой экономики. И действительно мы наблюдаем интересные экономические процессы. Происходит перераспределение акцентов. Многие предприятия действительно испытывают серьезный кризис. Но в то же время, как говорят в народе, кому война, а кому мать родная. В то же время, например, мы видим ажиотаж в магазинах продовольственных и так далее в предметах первой необходимости, дезинфекции, гигиены. Мы понимаем, что здесь как раз совершенно невероятный спрос на эти товары. И предприниматели, которые ранее занимали эту нишу и чувствовали совершенно регулярно стабильный спрос, ничем не выдающийся, сегодня просто вышли, наверное, в топ всех рейтингов. Но таких, к сожалению, меньшинство. Большинство, конечно, предприятий, которые работают в сегменте хорока, прежде всего, да, те, которые связаны с проведением тех или иных массовых мероприятий, развлекательных мероприятий, относятся пока к категории пострадавших. Это действительно так. И чем это закончится, как мы выйдем, как регион из этой ситуации, но загадывать, по крайней мере, в этом случае это будет той самой дурной приметой. Давайте посмотрим. Мы со своей стороны стараемся максимально стабилизировать ситуацию, стараемся удержать этот корабль на плаву. Действительно, это непросто. И буквально на днях мы уже с коллегами, наверное, представим губернатору план антикризисный, который призван как раз-таки помочь и малым предприятиям, и отчасти крупному бизнесу, который действительно тоже находится в непростой ситуации, поддержать и каким-то образом, ну, по крайней мере, увидеть свет в конце тоннеля. Потому что, положа руку на сердце, никто не знает, когда эта ситуация закончится. То есть то, о чем вы говорите, это будут дополнительные еще меры поддержки? Конечно, да. Ну, во-первых, не так давно президент обозначил приоритеты в экономике и меры поддержки. Сейчас, конечно, в усиленном экстренном порядке федеральное правительство и федеральные другие органы исполнительной власти разрабатывают механики, как правильно это сделать в максимально сжатые сроки. Вот президент говорил и о налогах, и о кредитах, а это действительно две ключевые вещи, которые сегодня предпринимателей волнуют, особенно малых. Надо понимать, что те, ну, если можно так сказать, малыши, мы их так любя называем, чья сфера деятельности была связана, ну, например, с детским центром досуговым, которые решали мало того, что важную социальную задачу, они, в принципе, ну, как бы работали самым таким незащищенным, наверное, простым населением с детьми, да, сегодня, ну, вынуждены пока временно приостановить деятельность. А у них у многих кредиты, у них у всех арендная плата, у них у всех налоги. И вот как минимум два из этих трех, да, президент, два из этих трех пунктов, да, президент нам обозначил, будет поддержка. Мы прорабатываем, смотрим, какие существуют варианты. Мы сейчас ничего не обещаем и не гарантируем, но смотрим варианты, как еще поддержать предпринимателей, чтобы вот на тот период, когда они уже гарантированно не получают никакого дохода, сделать так, чтобы они прошли этот кризис и остались на плаву. Это сложно, действительно. Но, тем не менее, вот нам известно, да, еще раз там президент обозначил, и мой коллега, министр экономики, не так давно проводил совещание с банками. Приятно заметить крупные организации, крупные игроки, такие как банки, которые вообще в условиях вот этих существующих экономических реалий тоже испытывают трудности, идут навстречу. И, по крайней мере, достигнута у них принципиальная пока еще договоренность, юридически не оформленная. Но намерения такие есть, дать отсрочку по платежам до конца сентября этого года. Посмотрим, как будет ситуация развиваться. На мой взгляд, сейчас предпринимателям действительно нужно максимально разгрузить какими-либо обременениями и платежами. Надеюсь, что это поможет им остаться и удержаться на плаву. Краевой фонд микрофинансирования тоже разрабатывает свои меры поддержки. Насколько они сегодня актуальны, насколько они сегодня действительно тоже помогут остаться на плаву, и кто может воспользоваться этой поддержкой? Фонд микрофинансирования – наша подведомственная организация. Действительно, мы часто о ней говорим, и она часто приходит на помощь в непростых ситуациях. Когда в крае происходит что-либо чрезвычайное, мы запускаем в фонду микрофинансирования специальный продукт. Он так и называется – ЧАЭС. В такие моменты мы обычно предоставляем не под и так минимальный в стране процент, под 5,5%, а вообще опускаем процентную ставку до 1% годовых. В этой ситуации мы будем действовать точно так же. И сейчас те предприятия, которые действительно нуждаются на пополнении оборотных средств, в том числе любые на самом деле меры, которые так или иначе помогут им удержаться и стабилизировать ситуацию, мы будем в индивидуальном порядке рассматривать каждое обращение. Процентная ставка составит от 1 до 3% годовых. К сожалению, сейчас действительно существуют ограничения федерального законодательства, которые не позволяют нам работать, юридически не позволяют, это не наша прихоть, предприятиям с подакцизными видами деятельности. Потому что, ну, таков закон. И мы общаемся с коллегами из федерального правительства, хотим предложить им, по крайней мере, на период неустойчивой ситуации, эту меру снять. Потому что, ну, далеко не всегда подакциз, это особый вид, может быть и дополнительным, и в конце концов, те предприятия, которые, ну, так или иначе, косвенно как-то связаны с торговлей каких-то или алкогольной продукции, или табачной продукции, не должны остаться в стороне, и мы это понимаем и стараемся. Вот, тем не менее, сегодня мы уже предложили всем нашим действующим заемщикам реструктуризацию кредита. Это очень важно. Мы, так же, как и крупные банки, на самом деле, сделали это даже чуть быстрее, нам проще, уже запустили этот процесс, и те предприниматели, которые пострадали, могут сейчас пока в заявительном порядке обратиться в фонд микрофинансирования по официальным каналам, там, на электронную почту или телефонным звонком договориться о личной встрече, и уже подать заявку на отсрочку. Это действительно та мера, которая, на мой взгляд, сегодня очень нужна, как минимум полгода. Давайте позабудем о выплате этого долга и оставим предпринимателя в покое, насколько это возможно в этой ситуации. Если говорить о заемщиках уже, которые получили помощь, да, мы понимаем, что это, ну, вот такой пролонгированный, да, будет процесс. А если говорить о тех, кто не обращался за помощью, какая помощь для них сегодня актуальна? Пока, еще раз, вот здесь я прошу тоже немножко терпения, потому что, с одной стороны, я не могу анонсировать те меры, которые мы обсуждаем, потому что здесь крайне важно их экономически просчитать. Потому что, если мы, конечно, испытываем желание помочь всем предпринимателям, надо понимать, что бюджет, это действительно, как наговорит наш губернатор, не касса взаимопомощи. Мы всегда отнимаем от чего-то другого. Мы, безусловно, сейчас перераспределяем приоритеты. И каждый раз мы будем каждую меру обсчитывать ее эффективность, понимая, откуда мы эти деньги возьмем и куда направим. И об этих мерах вы узнаете в ближайшее время. Буквально там до второго числа у нас было поручение губернатора, министр экономики доложит ему и представит на утверждение этот план. Пока я буду говорить только о существующей, уже работающей, действующей мере. Это фонд микрофинансирования. Плюс президент обозначил нам, чем региональным органам власти нужно заниматься. Эти меры мы тоже все в ближайшее время оформим, включим в эти кризисные планы. Я вот хочу остановиться на разговоре, который увидела в социальных сетях. Обсуждали перспективы ресторанного бизнеса. И вот поделились люди на два сектора. Один говорил о том, что если нет ресторанов, ну и хорошо, нет их и нет. Представители ресторанного бизнеса, в свою очередь, говорят о том, что у них множество работников, которые получают заработную плату, и что это неразумный подход. Вот каково ваше мнение? Где здесь золотая середина? Давайте посмотрим на те страны, которые чуть, наверное, в более сложной ситуации, которые прошли сейчас на пике кризиса. Я надеюсь, что мы сейчас на пике, очень надеюсь. Но, как показывают опыты европейских стран, ситуация все-таки может быть и хуже. Рестораны работают. По крайней мере, работу имеют повара. Работа имеет какой-то обслуживающий персонал, который может быть временно переквалифицирован, например, в доставку, в службу доставки. То есть каждый работодатель пытается удержать, понимая, что, наверное, не очень правильно сейчас поступать таким образом, чтобы еще и человека оставить без работы. Это крайне негативно скажется. И задача наша, как органов власти, как раз-таки не допустить увеличения безработицы в это непростое время. На мой взгляд, действительно, это может быть оптимальным выходом сейчас. Люди, которым рекомендовано оставаться дома, тем более с сохранением заработной платы, на мой взгляд, которые привыкли ходить по ресторанам, могут делать то же самое, просто заказывая еду онлайн. И это тоже потенциальная точка роста. Многие рестораны, которые ранее не задумывались о том, чтобы подключаться к этим существующим сервисам или предоставить свой, сейчас самое время перепрофилироваться и предложить вот такую услугу населения. На самом деле, просто кризис вот этот медицинский, наверное, или как его, инфекционный, как его назвать, который спровоцировал экономический кризис, он, безусловно, приведет, наверное, к смене приоритетов. Приоритетов к появлению новых сервисов, изменению отчасти конъюнктуры рынка и так далее. То есть мы вынуждены сейчас, сколько говорили про цифровизацию ранее, никто как бы не верил, а сейчас мы вынуждены с ней столкнуться, потому что это пока единственный способ как-то для многих предпринимателей выживать. Если говорить о крупных игроках на инвестиционном рынке, каковы их настроения на сегодняшний день, и в том числе у тех, кто работает в Краснодарском крае. Все-таки крупный бизнес, крупные инвестпроекты – это штучный товар, и мы, безусловно, общаемся с инвесторами. У многих пока изменились планы, просто встали в режим ожидания, потому что нестабильная ситуация, например, с курсом рубля, и непонятна стоимость денег сегодня. Если те, кто занимались предпроектной подготовкой, они продолжают ей заниматься, но просто делают это удаленно, собирая свою проектную команду в Скайпе, например. Те, которые сейчас на активной фазе строительства, например, ну да, действительно испытывают сложности. Во многом потому, что многие границы сейчас закрыты, и совершенно непонятно, как будут осуществляться поставки. Многие испытывают трудности с поставкой комплектующих товаров и так далее. Те, которые уже на финишной стадии, ну, собственно, единственное, что, на мой взгляд, не могут сделать... Чуть подзадянет запуск. Запуск. Да даже, знаете, есть у нас даже на той неделе несколько примеров, но просто они не делают большое повстное открытие, потому что нельзя собираться. А так, тем не менее, они продолжают работать. Все, кто могут работать, работают. Хочу вернуться к теме российского инвестиционного форума, который, к сожалению, тоже перенесен в связи с распространением коронавируса. Есть ли соглашения, которые выносились на форум, есть ли у них продолжение вот уже, ну, так скажем, в рабочем порядке? Может быть, какие-то уже были заключены после февраля? Работа, ну, как мы и говорили, в связи с отменой рифа, да, действительно, там массовое мероприятие, но это вершина айсберга. Но вот все-таки сочинский форум – это больше место встречи, подписания, там, переговоров и так далее. Сейчас конъюнктура говорит о том, что нужно работать онлайн. Мы это делаем точно так же. И вот большая часть из этих соглашений, которые были запланированы к подписанию, они, ну, уже там высокой степени готовности, мы их будем подвигать, подписывать в штатном режиме, это никак не ограничивает нашу работу. Вот, поэтому здесь говорить о каких-то последствиях, что край потеряет в инвестициях, ну, совершенно точно не приходится, просто, опять же, изменился порядок и формат работы. Точно так же мы вызываем интерес у крупных инвесторов, точно так же. Точно так же работают органы исполнительной власти по привлечению инвестиций, либо по сопровождению существующих инвестпроектов. Ничего здесь не поменялось, кроме такой оболочки. Наш инвестор, это для Краснодарского края, если вот крупных брать, это все-таки российские компании или зарубежные в том числе? Ну, в том числе, конечно, да. Конечно, в портфеле, в общем, портфеле инвестиций в регион, они занимают небольшую долю, но они есть. Это от года к году меняющаяся ситуация. И, опять же, сейчас в связи с изменением курса рубля, у многих вызывает интерес инвестиции в долларах в Краснодарский край. Я сейчас вспоминаю эти цифры, которые ставили по развитию доли МСП к 2024 году. Вот исходя из сегодняшних реалий, и поручений президента, и национальных проектов, будет ли эта корректировка или придется нагонять? Поручение президента должно быть выполнено вне зависимости от постоятельств. Зависит просто от того, сколько ресурсов мы на это потратим. Да, безусловно, скорее всего, ситуация внесет коррективы в действующую картину и в наш внутренний план развития, который мы ставили себе, например, в начале года. Не предполагали такое развитие. Но это лишь говорит о том, что нам придется поработать, ну, наверное, в два раза больше. Как вообще сейчас строится работа вашего департамента? Вы много раз говорили об онлайн-процессах, в заключении договоров, в оказании помощи. Вы сегодня, все ваши сотрудники находятся на рабочих местах? Или какие-то моменты удается решать по телефону или с помощью компьютера, ноутбука? Спасибо большое нашим коллегам из департамента информатизации и связи. Действительно, органы государственной власти постепенно переходят на удаленный режим работы, и современная техника это позволяет делать. И не секрет, губернатор, когда проводил последний штаб, крайний штаб по коронавирусу, объявил необходимость работы в выходные дни будущие. И многие, на самом деле, сотрудники в этот момент будут находиться дома, но при этом полностью будут интегрированы в рабочие процессы. Мы уже, даже проводя ежедневные какие-то планерки или совещания с коллегами из региональной власти, мы не собираемся, в этом просто нет потребности. И знаете, сколько времени появляется? Это большое преимущество. Я думаю, что эта ситуация нас научит, во-первых, это время ценить и понимать, как его можно использовать еще более эффективно. Тот же Skype стал таким звездом, наверное, помощником для департамента инвестиций, который на прошлогоднем форуме «Дело за малым» пригласил на онлайн-связь Илона Маска, за что вы получали потом и премию «Гран-при серебряного лучника». Насколько эта премия была важна? Насколько это признание всероссийское было приятно, почетно? И как теперь в этом году, в следующий раз, удивлять посетителей форума? Конечно, для нас, наверное, «Серебряный лучник» — это то, чего команда заслужила. То есть то, чего ждали организаторы форума, потому что, на мой взгляд, это такая самая уважаемая премия среди профессионального сообщества, именно организаторов мероприятий, журналистов, пиар-менеджеров и так далее. Все-таки здесь удивление было именно в том, что мы не журналисты, и мы не пиарщики, мы не профессиональные организаторы мероприятий, у нас немножко другая функция. Было отрадно, что то средство, которое мы выбрали, механику, оно удивило не только профессионалов, но и конечных потребителей нашего продукта, предпринимателей. Удивило многих наших коллег просто из органов власти, что такая механика может работать. Поэтому это такая награда, которая действительно, наверное, погрела каждого члена команды. Действительно, она почетно занимает место в департаменте. И по праву, положа руку на сердце, мы ей, конечно, гордимся. И здесь, наверное, даже не просто Илон Маск. Илон Маск – это всего лишь один из элементов всей большой цепочки, которая называется «Дело за малом». Все-таки «Дело за малом» – это уникальный продукт, многофакторный, многосоставной. И в нем и суть, и смысл, и оболочка все уравновешены. Все грани этого, ну, бриллианта, не знаю, наверное, громко сказано, но вот этого элемента. Драгоценный камень. Драгоценный камень назовем его, потому что мы с большим трепетом к нему относимся. А что касается этого года, ну, во-первых, конечно, сложно загадывать. Мы видим, что происходит. Смотрим на перспективу трех месяцев, понимаем, что пока ничего происходить не будет в стране, и это правильно. Сейчас мы должны немножко все-таки, наверное, изменить подход. Тем не менее, в горизонте планирования до октября, пока смотрим, надеемся, что мы выйдем из этой ситуации. Но уже есть понимание, что в случае с ДЗМ этого года мы, наверное, будем делать под слоганом «Show must go». Шоу должно состояться при любой погоде. И даже если, не дай бог, не хочу даже об этом думать, но если какие-либо ограничения будут еще к этому моменту, мы понимаем, что и для нас будет качественно другой уровень. Если уйти онлайн. Да. И фактически технологии позволяют провести нам форум неограниченного масштаба, даже он не должен ограничиваться нашей страной. Знания и сеть должны быть общедоступны. Люди и предприниматели из разных стран объединены одной идеей. Технология позволяет даже перевести с любого языка на любой. Поэтому, знаете, если мы этот форум проведем в каком-нибудь металлическом ангаре с зеленым задником, на котором будет присутствовать 30 или 40 тысяч человек, и при этом каждый из них будет сидеть у себя дома, мне кажется, это может быть интересным потребителю, который за первые полугодия уж явно научится пользоваться онлайном. Еще хочу спросить вас о развитии экспортного направления нашего региона. Сейчас, опять же, тяжело загадывать, но и тем не менее усилия большие регионам прилагаются для того, чтобы наши продукты были интересны зарубежным коллегам. В том числе и был разговор о том, что центр экспортоориентированных предприятий будет создаваться, он будет на базе центра экспорта, который уже существует, или же это будет отдельное направление в работе? Даже не хочу, если честно, вас погружать во всю специфику структуры, потому что в конечном итоге потребитель наш, предприниматель, экспортер потенциально не должен задумываться, какая рука, левая, правая, что оказывает. Это неправильно. Есть единое окно. Есть центр «Мой бизнес», который поможет во всем. И, конечно, мы даже не будем информировать о каких-то новых подразделениях, которые мы создаем. Я понимаю функционально, что это нужно. Сегодня у нас существует центр координации и поддержки экспорта. Он выполняет четкий набор функций, который определен в том числе и федеральным правительством. Мы понимаем, что мы как регион, который по сути является экспортными воротами нашей страны, через который проходит экспорт не только нашего региона, но и как минимум юга России, а многие тащат и с Уралы по Волжье, и центральной России в том числе. У нас есть здесь свои задачи. Другие, которые, по крайней мере, и в том числе не всегда связаны с субъектами МСП. Все-таки крупный бизнес львиную долю вкладывает в нашу налогооблагаемую базу, когда создает здесь добавленную стоимость. И наше знание и умение должно заключаться именно в том, чтобы поймать то самое сырье, которое пока заходит на границу Краснодарского края как сырье, и сделать из него печенье, которое можно экспортировать уже через Новороссийский порт. Важно просто понять, где проходит этот счастливый караван с печеньками, из которого можно, собственно, что-то дополнить и сделать новый продукт. Вот эта задача как раз-таки будет стоять перед новым, это не будет отдельной организацией, перед новым подразделением существующего фонда развития бизнеса. Вот вовремя понимать, где кому что нужно, и как мы можем это сделать. Вот мы здесь немножко меняем парадигму не от того, что у нас есть, а кому что нужно, и как нам этими ресурсами, собственно, воспользоваться и предложить. Вот мы регион с очень большим потенциалом, который действительно пока еще не до конца раскрыт, далеко не до конца. А я надеюсь, что те вынужденные меры самоизоляции, которые придется пережить на неделе, может быть, дадут возможность как раз-таки не раскрывшимся талантам побыть наедине с самим собой и, может быть, действительно придумать что-то новое, что тоже пойдет на пользу развитию региона. Я напомню, что Александр Сергеевич написал Евгения Негина, находясь в самоизоляции. Поэтому, дай бог, у нас появится много таких Пушкиных. Спасибо вам большое за разговор. Телезрителям напомню, что в гостях у нас был Виталий Воронов, руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова